Всем привет, с вами Павел, это канал Годный Крафт, и сегодня мы разберем генератор Subdivision Surface. Генератор Subdivision Surface предназначен для разбивки поверхности объектов и скругления этих объектов. Находится он на верхней панели инструментов во вкладке с генераторами, коих всего 6 штук. Все они предназначены в основном для работы со сплайнами, но объект нашего внимания не такой. Он работает с объектами, как с примитивами, так и с мешем. Тыкаем по нему и видим, что наш Subdivision появился в менеджере объектов, а в менеджере атрибутов открылись его атрибуты. Атрибутов, как видите, немного, и прикол этого генератора в том, что разбирать большую их часть нет необходимости, особенно если вы новичок. Гораздо важнее понять принцип работы этого генератора, поэтому мы поступим следующим образом. Сперва разберем достойное внимание атрибуты, а после углубимся в принцип его работы. Добавим в сцену объект куб. Чтобы применить генератор к нашему кубику, необходимо куб поместить под объектом к генератору. Для этого простым перетаскиванием накидываем куб на генератор и в окне просмотра моментально замечаем, что углы и грани куба скруглились, а полигоны разбились на еще большее количество полигонов. С уровня разбивки, выставленного по умолчанию, откатимся на первый уровень, чтобы понять, как этот генератор работает. А работает он очень просто. Для каждого полигона вычисляется точка, находящаяся в самом центре полигона. Затем эти точки соединяются ребрами с серединами каждой из загружающих сторон, после чего новообразовавшиеся вершины скользят таким образом, чтобы округлить форму. Вот наши центральные точки полигонов. Это новые ребра, проходящие через середины уже имеющихся. А это новые вершины, которые смещаются, образуя скругление. При увеличении уровня разбивки история повторяется. У каждого нового полигона вычисляется центральная точка, проводятся новые грани, новообразовавшиеся вершины скользят, образуя скругление и так далее. Атрибуты разбивка в редакторе и разбивка при рендере отвечают за количество подразбиений полигональной сетки во вьюпорте и при рендере соответственно. Максимальное значение этих параметров 6. Минимальное 0. Это означает, что разбивка отсутствует. Те, кто знаком со скульптингом, наверняка сейчас провели параллель с этим режимом, когда мы, повышая уровень разбивки модели, увеличивали количество полигонов, а понижая уменьшали. Атрибут тип – это тип разбиения сетки. Лично меня интересуют лишь три типа разбивки. Это тот, который стоит по умолчанию и который я считаю наиболее оптимальным. Open Subdiv Loop, который скругляет и разбивает сетку на треугольнике. И Open Subdiv Billionaire, который не производит никаких скруглений, но разбивает сетку. Атрибуты Subdivision Surface мы разобрали. Давайте теперь вникать в принцип его работы. Для этого в сцену мы поместили две квадратные плоскости. Одна цельная, вторая разбитая на полигоны. И два куба, один из которых тоже цельный, если конечно можно так выразиться. А второй также разбитый. Начнем развод с плоскостей. Для этого сглаживаем их нашим генератором. И при абсолютно одинаковых размерах плоскостей мы наблюдаем абсолютно разные результаты. Дело в том, что метод моделирования с помощью Subdivision Surface подразумевает под собой задание общих форм модели. Или иными словами, моделирование низкополигональной модели, на которую накидывается обозреваемый генератор. Или, если быть точным, в генератор вкидывается модель, где она разбивается и скругляется. И на выходе мы получаем высокополигональный объект. Для уточнения форм будущего высокополигонального объекта данный метод моделирования подразумевает добавление к низкополигональной модели дополнительной геометрии. Собственно, на нашем примере мы видим общую форму объекта слева и уточненную форму с помощью дополнительной геометрии справа. Слева лоуполька и справа тоже лоуполька, но с заданными параметрами для перевода в хайпольку. Здесь мы видим дополнительные полосы полигонов, на ширину которых и происходит скругление. Полоса шире, радиус сглаживания больше, полоса уже, радиус сглаживания меньше. Давайте на примере слева уменьшим радиус скругления. Для этого ножом совершим разрезы таким образом, чтобы дополнительные полосы полигонов были уже, чем на примере справа. Вуаля! Напоминаю, что радиус скругления зависит от ширины полосы полигонов. Перенесемся на трехмерные кубы, один из которых также лоуполи, а другой уточненный лоуполи под сглаживание. Применим к ним сглаживание и снова видим лютейшую разницу. Давайте сделаем первому такие же аккуратные ребра. Для этого выделим его грани и в этот раз воспользуемся инструментом фаска, который мы обязательно рассмотрим в будущем. Добавляем дополнительные полосы полигонов и наслаждаемся великолепным реалистичным результатом. Это видео было посвящено генератору Subdivision Surface и одного только понимания работы этого генератора недостаточно для того, чтобы моделировать правильно и красиво. Тут имеется еще ряд нюансов, но это уже относится к теме топологии, видео по которой я обязательно запишу. Также ожидайте в ближайшее время подробный разбор инструмента фаска, который мы сегодня затронули. Видео по терминологии в моделировании, так как чувствую, что скоро в своих видео мне придется оперировать этими терминами. И новые практические видео, в котором применим все те знания, которые получили ранее. Также не забывайте лайкать видосы, если находите их полезными и пишите комментарии о том, насколько они круты. Не нужно мне писать ваши отзывы в личку. Реальность такова, что они ничего не дают, кроме завышенного ЧСВ. И если вы правда желаете мне успехов, хотите помочь в развитии канала, то высказывайте свое мнение публично в комментариях под видео на ютубе. Это здорово помогает в развитии контента. Помните, что мои знания – это ваши знания. И чем сильнее ваша поддержка, тем более качественным материалом я вас обеспечу. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч в новых выпусках.